7 августа 1942 года в рамках битвы за Кавказ началась оборона Краснодара. Фашисты к этому времени уже заняли Ставрополь, Армавир и Майкоп. Советское командование приказало открыть шлюзы оросительного канала и затопившие поля и дороги Марьянского и Ивановского районов преградили путь румынским частям, которые уже не могли ударить с запада в тыл советским войскам. Вермахт остался без поддержки союзников, но имея и без того численное превосходство, в течение двух дней теснил советские войска Краснодару. Обороняя каждый сантиметр города под натиском немецких войск, 9 августа Красной Армии пришлось отступить на левый берег реки Кубани. В этот момент дорогу наступающим войскам вермахта прикрыл красноармеец, шофер гаубичного артиллерийского полка Степан Дмитриевич Передерий, который подарил отступающим советским частям почти три часа времени. Степан Передерий управлял грузовиком с прицепленной к нему пушкой 45-кой. Увидев затор около моста, он решил дать бой врагу. На пустыре на одной из улиц, ведущей к переправе, он вывел пушку на боевую позицию. В этот момент красноармейцу подбежали несколько подростков, которые помогли Передерию разгрузить снаряды и замаскировать пушку. Немцы не заставили себя долго ждать. Бронетранспортер с крадущейся следом пехотой медленно подходили к позиции красноармейца. Вдруг раздался выстрел, броневик уничтожен. Один за другим на немцев посыпались снаряды. Передерию также удалось уничтожить мотоцикл и пулеметный расчет. Немецкая пехота пыталась штурмовать пустырь, но град снарядов заставлял ее залегать и отступать. Более двух часов Передерий не подпускал врага к переправе, и немцам пришлось вызвать на подмогу танки. В перестрелке с бронетехникой красноармейцу удалось подбить один танк, но второй смог послать свой снаряд точно в цель, уничтожив пушку. Передерий при этом был тяжело ранен. Контуженный, он вскочил в свой грузовик и понесся на танк, пытаясь его протаранить, но танкисты успели произвести еще один выстрел и подбить автомашину. Передерий и на этот раз остался жив, он вылез из-под обломков и с гранатой в руке бросился на танк. Только теперь его смогли застрелить автоматной очередью пехотинцы противника. После боя немцы, восхищенные мужеством советского солдата, отдали его тело местным жителям со словами «Это ваш герой». Женщины похоронили Степана Передерия прямо на том пустыре, где он держал оборону. В 1943 году, когда Краснодар был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, солдата, похороненного на пустыре, с почестями перезахоронили на воинском всесвятском кладбище в братской могиле. Имя героя тогда стерлось из народной памяти. Восстановить его удалось гораздо позже в результате журналистского расследования. В 70-х годах выяснилось, что подростки, которые разгружали снаряды со Степаном Передерием, также принимали участие в этом бою. Они подавали снаряды. Об этом нашему корреспонденту рассказал турист из ГДР, который был наводчиком танка, подбитого Степаном Передерием. По словам немца, он отказался стрелять по пушке, когда увидел в зоне поражения детей, и поэтому его танк был подбит. Корреспондент решил во что бы то ни стало найти больше сведений об этом бое. После многочисленных расспросов жителей Краснодара, ему удалось найти одного из мальчишек, который подавал снаряды Передерию. Конечно же он был уже взрослым человеком. Он и его соседи, видевшие этот бой, поведали корреспонденту все подробности той истории. Но, к сожалению, имя героя вспомнить не смогли. Сказали только то, что он был родом из Ивановки. В кармане у солдата было письмо с адресом, которое женщины, хоронившие тело, отправили домой. Вскоре в местной газете появилась статья с описанием подвига неизвестного красноармейца. А еще через некоторое время в редакцию написала жительница из Ивановки, которая поведала, что это был ее муж Передерий Степан Дмитриевич. Так стало известно имя героя. Степан Передерий родился в станице Ивановской, в семье кубанского казака. До войны он работал трактористом в колхозе, и так как нужно было убирать с полей хлеб, то в ряды Красной Армии его призвали только в октябре 1941 года. За свой подвиг Передерий Степан Дмитриевич получил орден Красного знамени. На момент смерти ему было 32 года, и у него остались жена и трое детей.